У нас в Литве на пару недель уже появилась информация про то, что очень сильно идет торговля детьми из Украины. Это настолько страшно, омерзительно, что под этой истеричной вот ханалией прячутся такие, ну я уже не знаю, какие гнилые работы этих вот либерастов. Но это настолько как бы информация, она идет интересно, распространяется через Фейсбук, очень правдоподобно. И то, что этих детей легализируют через, их привозят сюда, то есть интересно так, фуры, которые собираются благотворительностью, тут люди, литовцы несут, их везут на свалку. Кстати, есть фотографии, даже фотографии есть про такие же самые в итальянских аэропортах, как их просто вываливают, грузят оружие, везут на Украину, загружают, извините, живым товаром. И везут сюда, легализируют их через наше гражданство, потом распределяют. Но самое интересное, это как бы слух слухами, но то, что я начинаю прослеживать официально в норвежской уже публицистике, то есть не публицистике, а журналистике, статьями, что интересно то, что, Михаил Леонидович, делается статьи, что Норвегия вдруг ждет сотни тысяч мигрантов из Украины и особо с детьми. И есть фотографии, сколько маленьких детей появляется в Норвегии и так далее и тому подобное. Но я, насколько понимаю, работаю, это называется оперативное перекрытие в информационном поле. То есть, если дети появляются, надо забить мозгами, мозги должны быть забиты, правдоподобная информация откуда? Они появились. Да, самое страшное, что объявляется, что один ребенок стоит смешные 18 тысяч евро. Это вообще какой-то, ну, я не знаю уж. Продолжение следует... Продолжение следует...